Уважаемые дамы и господа, держу парень, что вы узнали человека, который появился на ваших экранах, и я не имею в виду себя. Вы узнали человека, который слева от меня. Это Дмитрий Поляков. И вы знаете, коронавирус, да вы знаете, изменил все в нашей жизни. Кроме одного, налоги нужно платить, к сожалению, или не нужно. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Да, к сожалению, платить их нужно, и, к сожалению, наша вторая дедлайн, так называемая, 15 октября, не была отодвинута. Как вы, наверное, знаете, все персональные налоги, которые вы должны были заплатить 15 апреля, или зафайловать свои инкомтексы до 15 апреля, были отодвинуты до 15 июля. Но вторая дедлайн, 15 октября, она так и осталась, 15 октября, и, к сожалению, у нас был сумасшедший тек-сезон с намного более короткими сроками. Скажите, пожалуйста, извините, что перебиваю, с дилетантским причем вопросом, это федеральный уровень или это штат решающий? Это федеральный, но большинство штатов следует федеральному в этом отношении. То есть, в большинстве случаев... То есть, никто из 50 штатов округа Колумбия не перенес дедлайн? Большинство штатов, некоторые, я знаю, корпорации, которые в некоторых штатах, они на месяц позже идут, чем федеральные налоги, но большинство остались так, как они есть. Но отсрочки по-прежнему можно брать? Ну, отсрочки обычные, да, как можно брать, просто наш экстеншн в этом году был вместо 6 месяцев только 3. Понятно. Что еще нового в вашем замечательном филде в области, по-русски говоря? Ну, как вы, наверное, все знаете, сейчас Конгресс упорно работает над дополнительным стимулос-пэкеджем. К сожалению, скорее всего, по политическим причинам это оттягивается, потому как скоро выборы, и обе стороны не могут друг другом согласиться. Мы очень надеемся, что это будет чем быстрее принято, тем лучше, особенно для маленьких бизнесов, которые находятся в областях сервиса, которые потеряли очень много бизнеса с коронавирусом. Мы надеемся, что у них будет второй дополнительный или payroll protection loan, или что-то похожее на это. Также для персональных налогов они говорили, что будут, скорее всего, посылать второй payment, но, к сожалению, пока это все задержалось. И мы ждем, как говорится, или выборов, или когда они, наконец-то, смогут согласиться обе стороны. В смутное время, согласитесь, мы живем, Дмитрий. Да. Но очень хорошо для нас, что вы есть, что вы продолжаете работать, и просим вас периодически, особенно когда какие-то новости будут поступать, делиться ими с нами, и нашими зрителями, читателями и слушателями. Огромное вам спасибо за то, что нашли время и пришли в там. Большое спасибо. Всем хорошей недели и хороших выходных. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»